Регулярное отключение электричества, перебои с вода и газоснабжением. Именно в такие непростые коммунальные условия попали жители садоводческого товарищества «Дружба». Особенно неприятно сказывается в быту отсутствие воды. Дело в том, что большинство внутреннего водопровода необходимо заменить. На это нужны деньги. А, как утверждает председатель товарищества, их нет. И более того, суммарные долги жителей по взносам превышают 10 миллионов рублей. В свою очередь, садоводы предъявляют претензии к качеству работы председателя. У каждого в этом споре своя правда. Моя коллега Алана Томаева выслушала обе стороны. Вот я каждый вечер еду на мойку. Вот так я набираю для того, чтобы как-то хоть искупаться. Сам я в пять утра ездил на родник, на водную и там купаюсь. Аслан Батагов живёт здесь со своей дочерью. У девушки тяжёлая форма сахарного диабета. Приходится нелегко, признаётся мужчина, усложняя ситуацию и отсутствие элементарных условий. В доме часто отключают воду и электричество. Поэтому и внуков видят редко, говорит Аслан. Близкие приезжают нечасто. В жару не могут в доме отца выпить воду из крана или помыть руки. Проблема с водоснабжением для многих жителей садоводческого товарищества стоит остро, особенно в жаркие периоды лета. Бассейн мы поставили изначально, чтобы и дети купались, но потом он начал служить у нас как резервуар для огорода. Чтобы он у нас один раз засох, вот наше хозяйство. Приспосабливаются к таким условиям по-разному. Кто набирает воду у родственников, кто постоянно её покупает, другие устанавливают накопитель воды. Проблемы здесь и с электроснабжением, и с газоснабжением. Нет асфальтированных дорог. Многие жители садоводчества винят в отсутствии условий председателя. Тот, в свою очередь, о проблемах знает. Говорит, пытается их решить, но всё упирается в долги садоводов. 10 миллионов 753 девятьсот восемьдесят восемь. А вот это список садоводов, должников. На какие средства, если вот так, на какие средства я должен содержать такое огромное хозяйство? Проблему с водой пытались решить в 2014 году. Тогда заменили два километра основного водопровода. Как отметил председатель, средства на эти работы собирали три года. После замены вода шла без перебоев, но ненадолго. Дело в том, что внутренние сети заменить не удалось. Они изношены. Более того, схемы этих сетей утеряны. Председатель отмечает, есть выход – захоронить старые внутренние сети и провести новые по каждой улице. Но на это нужно будет собирать деньги, которые, как он уверяется, доводы отдавать не готовы. Другой выход – передать сети на обслуживание снабжающей организации. Этого и добиваются местные жители. У каждой стороны в этом вопросе своя правда. Мы говорили, а можно, есть ли такая возможность, вам передать. Они сказали, можно. Но при этом, единственное, правильно нужно поставить насосы. Но за них у нас денег нет, но за них надо платить. Ну, естественно, мы бы собрались с жильцами и оплатили эту сумму. Но они сказали, для резолюции вот этих работ нам нужен председатель, которого мы не можем найти полгода. Я давно добиваюсь, давно добиваюсь, чтобы они взяли на свое обслуживание сети. Они отказываются. И по той же причине, и водопроводчики по той же причине. Потому что они знают, что они должны по договору подавать качественную услугу. Все коммуникации, они в аварийном состоянии. Они в любой момент могут с ними что-то случиться. И поэтому я понимаю, МРСК, это Россети, они прекрасно знают, в каком они состоянии. Они не хотят их брать на себя. Мы обратились во Водсток. Там нам пояснили, водопроводные сети, обслуживающие садоводческое товарищество, являются собственностью самого товарищества. Есть два варианта их обслуживания. При первом заключается технический договор. При втором сети передаются на баланс Водстоку. На сегодняшний день ни один из вариантов не реализован. Специалисты Водстока отмечают, официальных обращений в их ведомство не поступало ни от председателя, ни от садоводов. Звучало только устное желание. И пояснили важный момент. Водсток не может взять на баланс ветхие сети. Для начала их нужно отремонтировать. Договор на техническое обслуживание их насосной и сетей, то есть трубопровода, который подает воду на садоводство. Его нету договора. И второй вариант передачи на баланс МУБЛОДСТОК вот этого сооружения насосной и сети водопровода. Тоже не передано. То есть на нас нет ни эксплуатационной ответственности, ни ответственности за баланс принадлежности. Нужно сделать вот что, в первую очередь, привести свои сети в нормальное состояние, насосную в том числе. Потом уже письменно обратиться на прием или в городскую администрацию, как у нас делается. Да, они передают в комитет по имуществу, а те нам их отдают или на эксплуатационную эту, или в хозведение, как на сегодняшний день делается все. В садоводчестве меняли систему энергоснабжения, однако завершить работу не удалось. Их остановили сами жители. Говорят, их о замене сетей никто не предупреждал. Председатель утверждает обратное. Еще был момент по электропередачам нашим, по участкам, которые шли. Они взяли, также должны были собрать людей, обговорить план действий. Как мы это будем делать, поскольку нам нужно собирать. Он этого не сделал, он взял, провел, сам все поставил, все провел. Старую линию он ликвидировал, можно сказать, ставил людей перед фактом, обрубал и говорил, платите теперь по 13 тысяч рублей. И мы вызвали тогда прокуратуру, полицию вызвали, остановили вышки. Было озвучено и принято решение общего собрания. Я, допустим, я просто говорящий голова, председатель. Решение общего собрания у нас есть. Поэтому это легко опровергается. Еще одна претензия части садоводов председателю – с ним невозможно связаться. Он утверждает, это неправда. На все вопросы готов ответить в здании администрации садоводческого товарищества. А еще готов показать любые документы всем интересующимся. Это, к слову, смета на проведение работ по замене электросетей. Вопрос у жителей был и по отсутствию чеков за оплату ремонтных работ. Объясняю. Значит, да. Потому что, если официально у нас заведен журнал, мы избрали комиссию на этом собрании, которые люди, которые проверяют это, контролируют. Если эти деньги попадут официально на счет, мы должны с них заплатить налоги. Естественно, их расходы уже увеличатся на количество налогов. И мы вот через комиссию ведем журнал, где каждый приносит свое, сдал, ему выписывается квиток, сколько у него принято и за что. Расписывается, этот журнал у нас хранится. И каждая копейка у нас на учете. Часть садоводов говорят, председатели редко проводят собрания. А если они случаются, не отсчитывается о собранных средствах и проделанной работе. По словам председателя, всю документацию он готов показать интересующимся. А на встречах, по его словам, запросы об отчете поступают от тех, кто задолжал больше всех. Те жители садоводчества, что взносы платят, призывают. Чтобы проблема сдвинулась с мертвой точки, нужна регулярная оплата. Люди не платят даже взносы. То есть, членские взносы, которые необходимо платить ежегодно. Вот как показала практика, я вот как-то наблюдала на каком-то собрании, громче всех кричали именно те, у кого задолженности лет по 5-10. Именно по членским взносам. Поэтому проблемы серьезные. Руководство, конечно, должно очень постараться это сделать. Но я надеюсь, что-то там будут делать. Но что касается самих садоводов, здесь тоже чудеса. Вы извините, но если человек не платит даже членские взносы и хочет, чтобы ему сделали и свет, и газ, и воду, ну как это возможно? Не понимаю. Каждая из сторон выход видит по-своему. Часть садоводов пишет коллективное письмо на имя главы администрации города. Отмечают, что согласно уставу, только МЭЦ Владикавказа может обязать председателя провести внеочередное отчетно-выборное собрание. На нем жители хотят высказать недовольство и выступить с инициативой о переизбрании председателя. Тот, в свою очередь, пишет письмо на имя в Рио главы республики Сергея Миняйла. В нем он планирует обозначить все проблемы садоводчества, а еще предложить пересмотреть его статус. Садоводческие товарищества давно нуждаются в поддержке, а их жители фактически живут вне правового поля. Но в первую очередь очевидно, что для решения проблем садоводам и председателю важно услышать мнение друг друга и найти компромисс.